Пока презентация открывается, я очень рада возможностью увидеть здесь всех и поделиться информацией, которая у нас существует, а меняться, может быть, какими-то мыслями, идеями в данном вопросе. В принципе, где-то то, что я буду говорить, оно будет созвучно с тем, что звучало в предыдущий день, на самом деле там очень много таких моментов, то, что сейчас звучало относительно того, что те, кто занимаются исследователем, те, кто издают книги, в принципе, должны быть более активны и отвечая, может быть, сразу на вопрос относительно промоции какой-то, она имеет место быть, это будет полезно как людям, которые пишут, так и библиотекам, то есть это реально вопрос сейчас очень важный и тут как бы, не за что извиняться, он имеет место быть и маркетинг этого вопроса, он очень большой. Издание электронного учебника. Значит, сначала я хотела бы поделиться некоторыми данными, которые мы обработали по, собственно, переходу читателей, пользователей потенциальных науков в электронный канал вообще коммуникации как таковой. Это данные по, на окончании 2013 года, источники здесь везде указаны, если нужно будет, ну, презентация будет перед, но опять-таки она будет выложена в открытом доступе, можно будет просмотреть, чтобы на этом сейчас не останавливаться. То есть мы можем увидеть, что, насколько интересны сейчас электронные издания как таковые. То есть я сейчас не говорю о гаджетах, с чего читается книга, я сейчас говорю конкретно о выходе не печатной книги, а книге, которая размещена в электронном виде где-то на страницах в интернете. Если говорить вот по окончанию 2013 года, почему я вопрос задавала о летом из польской библиотеки, почему такой рост в 2015 году зафиксирован. 2013 год нам показывает, что в принципе пользователи, они все-таки активно использовали принтовую, печатную книгу, но электронная книга имела такой достаточный уже вес. Отвечая на вопрос, насколько готова, насколько предпочтительно станет электронная книга в будущем, то в принципе можно увидеть, что да, те, кто попробовали чтение такой книги, они вот за нее двумя руками становятся. Если провести, посмотреть чуть-чуть дальше, то можно увидеть, что тут есть где-то, вы видите, да, можно увидеть возраст, который интересует как раз электронная литература. Это возраст тех, кто учится в высших учебных заведениях. Поэтому, соответственно, вот если мы говорим о высшей школе, то создание электронных баз данных и вообще издание электронных книг, оно реально начинает набирать обороты. Если говорить о... чуть-чуть повернуть этот вопрос и посмотреть со стороны маркетплейсов или тех, кто продают, собственно, учебную литературу, вообще литературу как таковую, то здесь данные Амазоны. И тут получается очень красивая картинка, как раз действительно, которая показывает ежедневные продажи. И вот вы можете посмотреть, что... ой, извините. Ежедневные продажи электронной книги, они составляют порядка 61%, в то время как печатная книга на Амазоне за 39%. А теперь посмотреть сюда, а это доход. Доход от электронной книги и доход от печатной книги. То есть все равно доход от печатной книги он остается больше, ну, поскольку, в принципе, на нее и тратит больше для того, чтобы она вышла. Ну вот, он просто очень интересен тем, что он фактически зеркален. Просто. Относительно распределения роялти автора, книжного магазина, издательства и так далее. Что электронная книга, что печатная книга, это доход автора. Поэтому, в принципе, сейчас вот там за рубежом, очень, с учетом того, как вот первое слайдик, которое показывало, что все равно пользуется популярностью как электронная книга, так и печатная книга, то предлагается авторам все-таки рассмотреть вопрос того, чтобы издавать книгу или выкладывать как минимум, или какую-то часть этой книги выкладывать в электронном формате, вот о чем только что, в принципе, тоже шла речь, да, то есть не закрывать это полностью. Таким образом, сам автор, собственно, увеличивает опять-таки свое присутствие в умах потребителя. Книжные магазины, как правило, получают 40-50% от прибыли, автор получает 8-15%, но опять-таки это очень средняя полурыночная ситуация. Естественно, что Украина, она вообще там свои моменты с изданием книг и об этом чуть позже. Доход от продажи электронных книг, вот здесь очень интересно, мы видим с 2009 по 2016 год, по началу 2016 года. В 2009 году электронные книги, там даже нет нескольких стран, то есть вот тут вот голубенький цвет, тут может быть в конце не видно, это Северная Америка. И вот эта цветовая гамма, которая тут начинает появляться, такая там мадженто-красненькая, да, это там страны Африки, Восточная Европа. То есть на самом деле слайд очень хорошо иллюстрирует то, что нравится это кому-то или не нравится, но вот этот элемент электронной книги, он начинает все-таки преобладать. То есть это уже тренд пошел, которым в принципе пренебрегать нельзя ни университетам, ни авторам самим, ни библиотекам, никому. Относительно Украины, что Украины? Предпочтение по форматам чтения электронной книги. Мне значительно упало предпочтение украинцев с 2000, если посмотреть на 2011 год и 2014 год. То есть принтовая печатная книга, если в 2011 году предпочтение отдавало 65% пользователей, то в 2014 году 62, то есть это всего лишь 3% ушло вниз. Но в то же самое время, вот тут хорошо видно, что если в 2011 году 6% пользователей предпочитали электронную книгу, то уже в 2014-х стало фактически в два раза больше, там 14%. И вот этот тренд, он имеет место быть. Данные статистики по пресс-водер-хаус-копер проводили эти исследования, и вот у них, можете посмотреть, на 2017 год фактически сравнивается выход электронной книги наравне с печатной версией книги. Это локомотив, вот это локомотив, который тянет за собой все остальные рынки. То есть к нему начинают все равно подтягиваться, и это вопрос, это уже вопрос не если, это вопрос когда. Мы точно так же подтянемся, на самом деле. Относительно, а вот здесь уже относительно устройств, с чего читают электронную книгу. Вопрос, который, собственно, имеет скорее более прямое отношение к теме, потому что в зависимости от того, с чего потребитель читает и приходит к этой электронной книге, да, с чего он ее скачивает, заходит, регистрируется, получает к ней доступ, зависит от того, с чего он это делает, зависит то, как до него можно донести информацию. В принципе, очень правильно было сказано, и уже не только сегодня, а вчера еще, что с учетом того, какое большое количество, во-первых, быстрой информации, действительно, то есть это эпоха быстрой информации, не читают много, читают быстро. Если читают много, то оно должно быть написано очень-очень легким языком. Но очень-очень легким языком, как бы там, не хочу никого может объединить из коллег, но там американский стиль изложения, пять слов предложения и точка. Можно что написать не все, то есть есть, ну, мне сложно представить, как можно написать по физике пять слов предложения и точка, это как-то вообще не укладывается. в голове. Но, тем не менее, опять-таки, вам это известно не хуже, чем мне, что появляется огромное количество публикаций книг, в которых изложение, оно настолько легкое, что вот как раз те пользователи, которые только начинают изучение этого вопроса, то, собственно, на кого ориентируются авторы в своих книгах. Мы хотим донести некую мысль какую-то. То, естественно, что этим пользователям удобнее читать то, что проще. И получается ситуация абсолютно, ну, она трагикомическая, когда действительно хорошие исследования, такие глубинные, на которые потратилось достаточное количество времени, которые имеют под собой хорошую базу, они просто выборивают право на життя. То есть они реально, это даже не конкуренция, это борьба за существование в умах потенциального потребителя этой информации. Потому что наравне с этим существуют книги, которые выложены в интернете, которые легкие и так далее. Относительно вот этого слайда, с электронных книг чтение было больше в 2011 году, а потом тренд пошел вниз. То есть вот именно с ридеров, да, вот таких вот. Но в то же самое время, обратите внимание, с компьютеров тоже идет уменьшение. То есть, да, с компьютера читают электронную книгу, но скорее больше вот как зарегистрироваться, пойти посмотреть статью, еще что-то, да. Саму книгу, вот саму книгу, потому что опять-таки очень правильная ремарка была, это эра очень быстрой информации. Информация потребляется везде и на бегу в том числе. То в большей степени идет развитие и чтение книги с мобильного телефона. Как достучаться до, собственно, потребителя со своей хорошей информацией, со своей замечательной книгой? Ну, тут, к сожалению или к счастью, нет ничего проще, чем, собственно, посмотреть то, что уже было, ну, изобретать велосипед не нужно, цифровой маркетинг, который включает в себя абсолютно разные каналы коммуникации, донесения информации до потребителей. Это касается абсолютно всех. Это касается авторов, это касается библиотек, это касается университетов, у которых, к сожалению, половину случаев просто нет приличной абсолютно ни интернет-страницы, ни страницы в социальных сетях, ни где. А потом мы сталкиваемся с вопросом, почему к нам не идут поступатели, почему не читают нашу библиотеку, или почему наши, вот как вчера очень правильно было замечено, что если есть у нас журнал, в котором авторы, даже наши коллеги не хотят публиковаться, то это хороший повод подумать, а стоит ли его дальше, в принципе, издавать. Ну, правда, а какой в этом смысл? Ну, смысл всегда есть, но... Здесь мы попытались сделать такую матрицу выбора инструментов в зависимости от того, какая ставится цель. Если мы хотим... Ну, то есть инструментарий, собственно, опять-таки, он некий общий, да, это создание сайта-визитки, как для автора, мы вот тут на кофе-брейке, да, говорили относительно стандария Георгия Почепцова, то есть замечательнейший человек, папа и журналистики, и пиара, и, ну, то есть, правда, у него несколько своих сайтов-визиток, у него несколько страниц в социальных сетях, не одна, а несколько страниц в социальных сетях, поэтому... И да, он читает, поэтому сайт-визитка, блог, о котором, вот, кстати, вчера говорил коллега Рейтерса, да, что вот у меня есть такой блог, зайдите, почитайте, это очень хороший канал донесения информации. Специальные мероприятия, участие в них, ну, это то, что мы говорили, вот, опять-таки, тоже коллеги вчера говорили относительно того, что мы проводим круглые столы открытые, мы проводим там какие-то мастер-классы открытые, регистрируйтесь, приходите к нам, или мы приедем к вам, только, ну, вот, да, в зависимости от того, где вы находитесь. Видео, здесь я специально написала, так сразу такую ремарочку YouTube, я о нем, на нем остановлюсь чуть дальше, но пренебрежение этим каналом коммуникации это, ну, просто, не хочу там как-то нагнетать установку смерти подобного, но это плохо, потому что вот как раз тот самый возраст людей, которые переходят на электронную книгу и которые, в принципе, потенциальные потребители информации, они, собственно, там все, они не в, вот, в таком зале. СММ – это социальные сети, странички в социальных сетях, да, это Facebook, LinkedIn, там, ВКонтакт, ну, и так далее. Пренебрежение имейл рассылками и СМС. Я, мы проводили такое небольшое совсем исследование, к сожалению, у нас не было много времени, но мы этому уделим больше времени, а больше, больше, у нас какое количество библиотек или какое количество тех же центров каких-то, да, научных, проводят какую-то имейл рассылку элементарную для того, чтобы донести информацию, ребят, мы занимаемся тем-то. Недостаточно зарегистрироваться в каких-то базах, правда, недостаточно. Это хорошо, но это, это необходимое, ну, это, да, необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы ты, твои исследования были интересны, с тобой связывались, коммуницировали, так мы говорим о коммуникации. Мобильные, мобильные приложения. Вообще отдельная, отдельная вещь, о которой можно говорить просто вообще отдельным куском, но, опять-таки, за рубежом очень много тех же авторов книг или тех же библиотек, которые, в принципе, сами выступают, выпускают мобильные приложения. Для того, чтобы заинтересовать потребителя, попробуй, ты попробуй поиграй, там, экономическая стратегия или экономическая игра или там книга какая-то, да, то есть на самом деле штука очень интересная, но пока у нас она еще не очень развитая. Ну и, соответственно, вебинары, как один из инструментов это тоже донесение коммуникации, донесение информации. В зависимости от того, какую цель мы преследуем, мы хотим, чтобы наш автор стал более читаемым или его книга была более читаемым, мы выбираем определенные инструментали, да. Мы хотим создать, расширить базу, ведь очень много исследований, о чем тоже вчера говорилось, проходят на стыке специальностей, на стыке дисциплин, то есть это не какая-то одна, а это несколько. Для того, чтобы расширить вот эту базу охвата потенциальных заинтересованных лиц, в зависимости от этого точно так же выбирается какой-то тот или иной способ донесения информации, да, через что-то. Обеспечение продаж, но это уже больше вопрос к издательствам и к нашим магазинам, в том числе и marketplace, и онлайн, и офлайн, но опять-таки, да, это хороший, это важный вопрос, потому что можно выпустить очень хорошую, еще раз говорю, можно выпустить очень замечательную книгу, можно даже потратить деньги на ее печатную версию, можно ее добиться того, чтобы она лежала в магазине, но абсолютно другая игра это сделать так, чтобы ее покупали, чтобы она была желанна у меня в библиотеке дома, несмотря на то, что я читаю электронную версию, хочу, чтобы эта книга у меня была, потому что я хочу ее открыть, сделать ремарки какие-то, еще что-то, ну, то есть это все равно есть и будет. И точно так же формирование лояльности к мыслям автора. Вот это вот то, о чем я говорила, относительно того, что вы... человек может быть автор книги какой-то, это может быть огромная умница, но он не работает над тем, чтобы сформировать себя как некий бренд, вот даже назовем это так. И таким образом будет реально, возможно, вполне ситуация, когда кто-то, я не хочу опять-таки никого обидеть, но кто-то практик, да, там возьмем, там, не знаю, экономику, например, поработав 10 лет в компании, пишет какую-то абсолютно замечательную книжечку, где используется потрясающий бизнесовый сленг, который потом, он легкий, доступный, весь в картинках и примерах. И книжечка издается очень здоровская, классная, есть канал в Ютубе. И наши студенты и пользователи, которые начинают, собственно, искать эту информацию, они находят, естественно, вот это, потому что оно везде. И начинают, собственно, научным руководителям рассказывать о том, что они уже давно не в тренде и вообще это так не называется. Это книжка 60 лохматого года и вообще все уже не так. И вот ты борешься с этим, ты в натуральном смысле борешься с тем, что начинаешь садиться и ребенка объяснять. Понимаешь, это ребенок, эта штука, это бизнесовый сленг. Это вот ты выйдешь в компанию, будешь там об этом говорить? То есть вот формирование клоярности мыслей с автора это очень важная штука. И уметь это сделать, то, что делает, в частности, заговорили по Чипсову, он это очень правильно делает. Раз в несколько дней появляются его статьи, которые как-то там несколько, может быть, переделаны, доработаны. То есть они выкладываются в социальных сетях, они выкладываются на сайте, идет бурное обсуждение чего-то. То есть человек постоянно на слуху. И тут основная мысль такова, что кто первый говорит, следовательно, это правда. То есть все остальное, это уже остальное. Это уже второе, что ляжет в голову. Первое, это оно. И вот этот момент нужно принести, собственно, до наших, ну, до наших печеных. Да. Что у нас сейчас уже есть? Среди интернет страниц каких-то, где ведь сложность-то книги еще как таковой, библиотеки как таковой, это конкуренция с тем, что существуют открытые площадки, где можно подчеркнуть ту или иную информацию. Вы отлично знаете о Coursera, вы отлично знаете о Prometheus, высшая школа экономики, ну и там еще ряд. MIT, Массачусетские технологические открыли свои курсы полностью, выложили прям доступ. Пожалуйста, хочешь логистику? На логистику. Хочешь там квантовую физику? На квантовую физику. И это профессура, которая там читает, выкладывает эти курсы, регистрируйся. От тебя только знание английского языка. Все. Ни больше, ни меньше. У меня вопрос, будут ли они идти в библиотеки для того, чтобы почитать это, если вот MIT выложенный курс, и я в тренде, и оно все свежее, новое, открытое. Я могу коммуницировать с преподавателем тогда, когда мне удобно хоть ночью ему написать. Утром он мне понятно ответит, но не ночью. То есть эти площадки они существуют уже. Интересный проект, который создала поштовая школа, да, культурный проект. Вот у них была, они попробовали такой шаг заинтересовать, но это литература, это не физика, это вот направление литературы. Книга имеет тоже потенциальных и расширит базу потенциальных заинтересованных читателей. Очень интересный проект на самом деле. И рассылка проводилась, как они привлекали к себе. Во-первых, сайт проекта создан, во-вторых, страница ведется. В-третьих, они не пренебрегали вот этими самыми имейл-рассылками. То есть это не сложно. Все вот эти, ну вот, опять-таки я тут привожу, 68% ну тут подростки, ну и тут там до 18 лет, считают лучшими маркетингом и каналами про то, чтобы узнать о новой продукции, это сообщения по электронной почте. В том числе вот эти вот сообщения, которые эсэмэсочками вы получаете в телефоне, да, то есть как рекламные сообщения, то есть они тоже работают. И вот это к вопросу донесения информации там о новой книге, о новом издании, о новом мероприятии, которые может проводить там даже ваша библиотека, например, в рамках каких-то мероприятий там вечера. Поэтому вот почтовая школа, они так и делали. Они мало того, что создали какие-то базовые платформы для общения, для коммуникации, они еще, знаете, занялись тем самым имейл-маркетингом. И отлично приходило маленькое письмо, в котором было указано количество новых книг по литературе. Маленький... Я уже больше времени? Я прошу просить? Хорошо. Тогда я буду очень быстро. То есть просто очень хотелось остановиться на том, что, собственно, может быть интересно. Ну давайте мы перейдем сюда, к последним. К площадкам по проведению вебинара, я уже тогда остановлюсь на них. Как вариант, то есть, когда становится вопрос о том, что это все очень дорого и невозможно, и нам нужны средства. Оно все есть, и оно все есть и открытое в том числе. То есть, да, есть платные, но есть точно также бесплатные площадки для проведения вебинаров, для рассылок, для создания лендингов, то есть это сайтов визиток. На самом деле это все существует. Поэтому вот этот момент, что нам нужны деньги, они нужны, да, для дальнейшей раскрутки они нужны. Но в принципе для того, чтобы начинать с чего-то и показать это в том числе там руководству университета или потенциальному инвестору, который будет, то оно все существует, оно все лежит в открытом доступе, и это большая ошибка это все не использовать. Я тогда благодарю всех за внимание. Извините, если время больше.